Первое знакомство, которое может перерасти во что-то большое. Сегодня на улице Капсулю, в филиале Центра социальной опеки Рига, состоялся день открытых дверей. Анастасия Дьяконова там побывала, и вот ее репортаж. Только горячее сердце может согреть. О том, как много значат слова этой песни, в филиале Центра социальной опеки Рига знают не понаслышке. Каждый воспитанник здесь мечтает о самом дорогом – маме и папе. Порой, чтобы обрести свой собственный дом и найти самых настоящих родителей, приходится пройти довольно долгий и тернистый путь. Чтобы эта встреча состоялась скорее, и дети смогли найти своих родителей, в детских домах стали проходить вот такие встречи. Идея проводить дни открытых дверей в детских домах родилась, когда Министерство благосостояния разрешило приходить в детские дома волонтерам. Но чтобы стать таковым, необходимо оформить статус. Виолетта и Татьяна уже подали заявки. А пока помогают деткам просто так. У нас приехала группа, мы создали чат на фейсбуке, собрали все вместе. Ну и решили ездить по детским домам, как бы своими силами, скидываемся, собираем. Наверное, самое важное – это внимание. Надо общение, дотронуться до такого ребенка. Извините, эмоции. Это очень важно, чтобы каждый помогал. Помочь сделать первый шаг и познакомиться с детьми – это главная задача таких встреч. В филиале Рига их было уже семь. За это время четверо деток успели обрести новый дом. К нам приходили люди, которые были очень испуганы. Очень. Они не могли понять, как себя вести. Особенно, когда видели ребенка в инвалидном кресле. А у нас их много. Взрослые боялись, а их дети, которые пришли с ними, ни капельки. Они сразу начинали играть с нашими детками. По-настоящему быть готовым, по-моему, не получится никогда. Потому что ты не знаешь, что произойдет в жизни. Но я думаю, что если в сердце человека родилась эта мысль, то надо не бояться сделать первый шаг. Не думая, идеально ли я мама или папа. Если есть желание, не надо бояться.